Пример, который приводит часто улема, который мы часто упоминаем на наших уроках, посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, из подвижники. В битве при уходе их постигло несчастье. Их постигло несчастье. Причина этого несчастья – ослушание. Как же ослушание приносит вред? Если ослушание принесло вред лучшим людям. Грех принес вред лучшим людям. Причем это ослушание произошло со стороны некоторых только людей, не всех. Со стороны кого? Со стороны лучников, как вы знаете, которые оставили ту гору, на которой им сказал стоять пророк Алле-Саратуссарам и не сходить с нее. Пророк Сусам сказал, не оставляйте эту гору, этот холм ни в коем случае. Что бы вы ни видели, одержали мы победу ли? Или мы терпим поражение? Не оставляйте. Но они, видя, что мусульмане одерживают победу и видят трофеи, они пошли наперекор приказу пророк Алле-Саратуссам и спустились с этой горы. И постигло их то, что постигло. Поражение по причине грехов. Поэтому Аллах Субхануа Тааля говорит, Когда постигло вас несчастье после того, как вы причинили вдвое большее. Вы сказали, почему это, откуда это. Скажи, это от вас самих. Одно прегрешение, совершенное некоторыми, не всеми, принесло вот такой вот вред кому? Ну, лучшим людям в этой уме. А потом они говорят, не причинит вред грех. В начале, как вы знаете, мусульмане, они одерживали победу. Это была действительно мощная, великая победа, явная победа в начале сражения. Сражение при Ухуде. Когда эти лучники оставили свое место, тогда все перевернулось. Тогда все перевернулось и окружили со всех сторон верующих. И случилось вот это вот великое несчастье по причине ослушания. Аллах Субхануа Тааля говорит, Аллах оправдал обещание, данное вам. Выполнил обещание. Когда вы убивали их, то есть врагов, с дозволения Аллаха. До тех пор, пока вы не пали духом, не ослабли духом. То есть эта стойкость пропала у вас, вы ослабли духом. Иступили в разногласии. Одни сказали, надо спуститься, мы уже одержали победу. Другие сказали, нет, мы должны стоять, потому что Пророк Субхан запретил покидать этот холм. И ослушались. После того, как показал вам Аллах то, что вам нравится, показал победу. Среди вас есть те, которые хотят эту земную жизнь, и среди вас есть те, которые хотят вечную жизнь. Потом отвел вас от них, то есть вы одерживали победу уже, а потом отвел вас от них так, чтобы вы стали отступать и убегать от них, от неверующих. Чтобы испытать вас. Да и в этом было испытание, конечно, для верующих. Это была проверка веры людей. Потому что, когда все хорошо у мусульман, тогда все с мусульманами. Потому что все тогда заявляют о своей вере, приверженности Исламу, приверженности прямому пути. Но когда случаются какие-то потрясения, вот тогда вот и испытываются люди. Но Аллах простил вам. То есть Аллах, Субхану Ва Тааля, все равно говорит им такие слова, которые говорят словами утешения, чтобы они не впали в отчаяние. Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит о том, что это была проверка, что это было испытание, это было очищение. И говорит о том, что Он простил их. Разве не указывает этот аят, эти аяты на то, что ослушание причиняют вред и даже самым лучшим людям, не говоря уже о других. Дабыль-Фуртан. Бейне аулияи, рафнан, ва аулияи шейтан. Книга о различении между угодниками всемилостивого Аллаха и угодниками шейтана.